На сегодняшний момент, по оперативной информации, которую мы получаем каждый день по учебным учреждениям дошкольного образования, закрыто 29 групп. Это те группы, где отсутствует 20% детей. Полностью закрыт 106-й детский сад, так как 20% детей в общем заболевших. На сегодняшний момент информация обновляется каждый день, и, конечно, мы на понедельник будем понимать, 106-й детский сад сможет работать дальше, или же он продолжит карантин, потому что уже в понедельник он продлевал карантин до 7-го числа, то есть до сегодня. Это то, что касается дошкольных учебных учреждений. Я не могу сказать, что картина идет на уменьшение, потому что второй день мы наблюдаем то же самое количество групп закрытых. Что касается учебных учреждений школ, то 10-2 недели находились на карантине. И оперативная информация собиралась с помощью родителей, которые отправляли классным руководителям информацию и сообщали, что их ребенок болен. У нас получается, по нашим данным, около 15% заболевших детей. Это еще раз я хочу обратить внимание, что это те родители, которые откликнулись и сказали, что у них ребенок болеет. Это больше 15 тысяч заболевших детей. То есть это очень большой процент. Учитывая на сегодняшний момент, что да, были каникулы новогодние, зимние каникулы, дети расслабились, и тут карантин, но мы же понимаем, что здоровье это самое главное для детей. Руководители учебных учреждений вместе с учителями разработали комплекс мероприятий по обучению детей во время карантина. Это каждый год организовываются и разрабатываются такие мероприятия. На сайте департамента образования есть раздел «Дистанционное обучение». Вы можете посмотреть, там размещены онлайн-уроки, начиная со второго класса по одиннадцатый класс. Но также эти онлайн-уроки размещены на сайтах учебных учреждений. Каждый год учителя обновляют видео-уроки и через социальные сети обращаются к детям, дают задания, проверяют выполнение заданий. Вот приведу несколько примеров. Учителя начальных школ поступают следующим образом. Вайпере дается задание, которое ребенок должен выполнить. Родитель проверяет это домашнее задание, а затем тетрадь по непосредственно украинскому языку или математике он должен привезти в учебное учреждение и оставить для учителя. Утром учитель приходит, проверяет домашнее задание и тем самым потом передает эти тетрадки обратно родителям. Это один из вариантов. Второй вариант есть. Учебные учреждения онлайн-уроки размещают на Ютубе. Если вы зайдете в Гугл и наберете Ютуб, там, Приморский лицей, гимназия номер 2, вы попадете на эти видеоролики по разным предметам. Кроме этого, организованные консультации в учебных учреждениях в телефонном режиме учителя-предметники, даже есть дежурные учителя-предметники, организовывают консультации для детей. Помимо этого, учителя английского языка, то есть иностранного языка, у них есть специальные сайты, с помощью которых они проверяют и дают домашнее задание и могут проверить, как ребенок выполнил это задание. Есть такая программа Smart Kids. У нас очень много 17 учебных учреждений участвуют в данном проекте. Данная программа позволяет нашим детям, эта программа утверждена Министерством образования, не только дать задания в онлайне, но и заодно осуществить проверку. Я хочу обратить внимание на то, что наши учителя очень продвинуты в плане информатизации. И на сегодняшний момент вы уже знаете, что они являются блогерами. Тем самым через свои собственные блогеры они передают задания, проверяют и работают непосредственно с детьми. Остается только одно. Уважаемые родители, проверяйте, как дети выполняют домашнее задание. И не забывайте, что во время карантина дети должны быть под присмотром родителей. Редактор субтитров А.Семкин